И снова здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами поиграем в игрушку под названием Poly Universe. Это, ребята, игрушка у нас, где нам нужно будет с вами обустроить целую планету. То есть сначала мы пролетаем туда на ракете, у нас ничего практически нет, ни домов, ничего вообще, никаких построек, парочка ресурсов. И мы должны определенными жителями, которые нас будут обустроить всю планету, добыть ресурсов. После этого нам вроде как нужно будет свалить на другую планету, но первое дело, первым делом нам нужно вообще в целом обустроиться, и это достаточно непросто. Как я постарался, у меня пока еще вроде не вышло, но может в этот раз с вами получится, кто его знает. В общем, ребята, если вам эта тема вся интересна, можете поддержать лайком и обязательно с вами поиграем еще в нее. Может быть что-нибудь подобное я также найду. Так, в общем, ладно, у нас здесь есть, ребята, множество различных построек. Сначала нам нужно увеличить популяцию, все же у нас есть 7 ребят, 5 взрослых, 2 детей, и все они бездомные у меня, поэтому нужно им построить какой-нибудь домик для начала. Давайте что-нибудь отбацаем, а вот сюда прикажем построить дом, плюс увеличим скорость игры, чтобы они сразу же уже пошли что-то сделали. И также остальную часть мы прикажем, знаете, что делать им, конкретно добивать древесину. Пока часть сюда отправим, потому что нам древесина нужна. Так, и часть неплохо бы отправить на ферму, но пока, наверное, не буду, потому что у нас еще куча еды, и я не хочу, чтобы слишком много людей распределилось силой не туда, куда нам надо. Вот древесина нам нужна, поэтому сейчас мы отбацаем дом. Следующим нам нужна сталь и энергию, наверное, хотя нет, стоп, нам нужно камень и дерево, вот что нам надо, поэтому давайте добывать еще и камень. Для этого нам потребуется карьер, который будет добывать как раз для нас камень. Поэтому где-нибудь его отбацаем подальше немножко, потому что нельзя строить слишком близко постройки определенные, то есть вот эти карьеры нельзя строить рядом там 20 штук в одном месте воткнуть, и надо будет определенное расстояние друг от друга, других постройщик, понятное дело, делать. Так, и пока что я, наверное, увеличу все же производство камня, мне надо его чуть-чуть побольше будет, поэтому давайте дострою еще. Два карьера как минимум будет у нас уже хорошо. Также у нас все, двое у нас бездомные, ну давайте-ка сделаем их нормальными ребятами, четкими, построим им еще один домик. А то они потом уйдут расстроиться, а мне нужно популяцию все же у нас растить, скажем так. Так, и еще неплохо было построить школу, поэтому сейчас достроят дом, и мы с вами построим школу. Школа позволяет нам, нашим работничкам, чтобы они были более эффективны, то есть они будут понимать все же, что им нужно делать на их работе. Поэтому это тоже очень приятная штука. Ну еще, ребята, здесь не все так просто, если я тут буду просто обустраиваться, у меня будет слишком мало людей. Дело в том, что здесь со временем появятся вторженцы, которые захотят нас немножечко уничтожить, поэтому нужно будет следить за этим и строить форты или же оружие давать нашим ребятам. В общем, всякое-всякое понемножку, да. Так, популяция у нас пока не растет, но нужно бы, наверное, все же хотя бы один дом было бы построить дополнительный, потому что по-любому кто-нибудь к нам еще прибудет. Так, давайте вот где-нибудь вот здесь. Хотя, стоп, сначала пусть школу построят, потом я доделаю дома, не хочу тратить древесину, не туда, куда надо. Так, и нужно бы еще деревья испилить, поэтому давайте-ка увеличим радиус сбора деревьев куда-нибудь вот сюда, например, да. Вот они до сюда добегут, сейчас всей толпой пойду собирать древесину. Древесины, ну, она со временем отрастает, как бы все дела. Заново будет у нас она потом, через какое-то время, так как здесь есть сезоны, здесь потом осень, зима и снова лето будет у нас. Оно как-то здесь так чередуется, поэтому еда у нас будет со временем отлетать, поэтому лучше построить пару лодок. Лодки это самый эффективный способ нам добыть еды, поэтому лодок мы сейчас сразу несколько сделаем, потому что лодки в любое время вроде как работают, или, по крайней мере, мы запасемся уже по-быстрому нужному количеству нам еды. Так, у нас уже 9 граждан есть, шикарно, мы немножечко разрастаемся, это хорошо, главное, чтобы жителей было как можно больше. Если будет совсем мало, будет супер грустно, понятное дело. Так, давайте сюда еще, мне нужно больше дерева, так что будем сейчас заботиться этой темой. Так, минус 85, но у нас пока никто просто не занимается рыбалкой, поэтому рыбок особо-то и нет. Так, ну, кораблики все равно надо будет возвести, но пока что нам хватит, наверное, того, что есть. Так, ага, ага, ага. Так, потихоньку вроде что-то у нас ребята делают, но в основном занимаются тем, что ищут не древесину, это их главная задача на данный момент, видимо. Так, а сколько у нас камня? Камень до сих пор еще не насобирался в нужном количестве. Сколько у нас камня? 26. Остальное дерево. А куда дерево? Все дерево на лодке ушло, что ли? А, нет, они, видимо, сначала хотят камень собрать, потом уже древесиной играть. Как-то им так хочется. Ну, ладно, пускай, пускай. И, кстати, ребята, да, кому игрушка зайдет, кому она будет интересна, можете лайк поставить, я поиграю в нее еще. Так, а, нет, вот они дерево и все остальное донесли. Сейчас будет строиться школа и все будет вроде как немножко у нас круче. Так, давайте еще один дом потом возведем. Все же хотелось бы, чтобы у нас население разрасталось, а то будет как-то грустно, если никого тут больше прибывать не будет. Так, и дальше нужно построить вот эту штуковину, по-моему. Так, генерируют другие работы. Так, офис. Ну, может, вроде как дать негативный эффект, поэтому я не уверен, стоит ли мне его строить. Так, ладно, пока посмотрим, подумаем, можно еще могильник построить. Но это мы уж как-нибудь доберемся до этого попозже. Пока что просто посмотрим, что у нас как идет. Вообще, надо бы еще также добывать и остальные виды ресурсов. Конкретно это у нас уголь, потому что без угля мы не сможем вырабатывать энергию. Можем, конечно, древесину для этого использовать, но лучше все же... Так, так, лучше все же, конечно, углем. Так, основные ресурсы эти у нас пойдут. Дальше что у нас? Сейчас домик у нас... Давайте еще один тогда построю. Школа все же стоит, уже хорошо. Госпиталь пока не могу себе позволить. Стали нет все же. Также можно построить форт, но нужна энергия. Также можно обсерваторию построить. Она будет позволять нам знать, когда на нас нападут, короче говоря. А вот уже напали. Вот там упала ракета. Значит, сейчас сюда прибегут куча ребят. И начнется жесткий махач. Так, я даже не знаю, кто у нас победит. Но это как какие-то маленькие дьяволы к нам в итоге прилетают. И мы им вежливо так бошки отрубаем. Ну, как бы гостеприимность, все дела. Я думаю, что вы также встречаете своих гостей. Особенности на дьяволов они похожи. Так, ну ладно. В общем-то месиво прошло у нас. Не знаю, хоронить вроде никого не надо. Все там в океане так утонули. Всем все нормально. Так. В следующем тогда форт. Я не хочу строить форт. Эти пока я не могу построить. Мельницы и все остальное. Хранилище не вижу смысла. Также здесь это нам для камеры. Всякая-всякая-всячина такая. Так, ладно. Короче, давайте начнем строить печи. Потому что мне нужна энергия. Энергия нам нужна для очень многих построек. Также для конкретно форта. Она 25 энергии. И вообще надо, чтобы она вырабатывалась. Запасалась у нас. То у нас есть, конечно, небольшой запас. Но это, понимаете, очень... Как вы, наверное, понимаете, что у нас очень маленький он. Так. Давайте-ка с вами тогда построим форт конкретно. Так как мне говорят, что форт это очень нужная штука. Но я ни разу его не достраивал. Потому что требует она просто миллиарды ресурсов. А, поэтому... Никогда у меня не получалось его возвести. Очень интересно посмотреть, что же из этого выйдет, если достроит. Хотя у нас есть сталь. Поэтому, по идее, мы вроде как сможем... А, железо именно. То есть, именно железо... Железо это равно сталь или это как? Ух ты! Я что-то не уследил, что у нас запасы еды с вами пролетают. Это плохо. Это плохо. Скоро времени можно так отлететь. Это я что-то не учел. В тот момент, что у нас работников-то не хватает. Так, ладно. Давайте сразу построим большое количество домов. Надеюсь, что это поспособствует увеличению населения. Так как у меня не хватает рабочих рук. Рыбачить некому просто. Банально. Так. Профессий много, а людей мало. Вот как-то так у нас получается. Вот так печь построили. Людей, надеюсь, станет больше. Очень надеюсь. Мне нужно очень много ребят. Так. Древесины пока хватает на обустройство. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Школа. Нельзя посмотреть. Что-то дает школа конкретно. Нет. А школа, она просто есть школа. Стоит себе школа и хрен с ней. Примерно как-то так. 15 работников. 7 взрослых. 8 детей у нас получается. Угу. То есть дети работать умеют или нет? Вот это интересный вопрос. Что? Правильно. Нормально отправить ребенка на рыбалку. Фиг с ним, что ему там 2 года будет. Ничего. Справится. Есть захочет и сам научится. Так. В 2 года-то. Ммм. Так. Дальше у нас еще фаундри. Это у нас превращает уголь в сталь. Ммм. Нет. Железо и уголь в сталь превращает. У нас есть только сталь. А железо-то вообще у меня добывается хоть как-то? У меня энергия заканчивается. Сейчас все энергии будут без электричества и нам ГГ по итогу будет. А где я энергию должен доставать? Мне нельзя строить мельницу. Мне можно только вот печками орудовать. Что? Печек надо миллиард поставить. Давайте я кучу печек поставлю. Что? Я что? Мне не жалко. Главное, чтобы у вас тут это было чем топиться зимой. Так. Давайте целую тонну я их отбаться и посмотрим, что это даст. И мне больше проблема в том, что у меня еда заканчивается. Вот это да. Это очень грустненько будет в один момент. Зато 17 жильцов уже, 10 детей. Дети только прибавляются, а новых не прибывает, да? Так. Что у нас? Энергия начинает хоть как-то вырабатываться? По-моему, вообще никак. Такое ощущение, что я их ставлю просто так. Дерево, уголь, льва... Нет, никто там не работает, написано. Вот поэтому, видимо, и ничего у нас не происходит. А где все работают тогда? Так. Где у нас профессии? Все на арборе, что ли? Так, давайте уменьшим количество работников на тех местах, на которых не надо. И как-то вот так сделаем. Дать уберем свалку, из карьеров уберем. Всех по одному, пускай есть. Работников свободных только один. И один в школу. Вот так вот примерно распределим. Да, есть профессия. Я просто список это не распределял. Как-то счел, что, наверное, оно не надо. Но, видимо, наверное, надо. Все же надо. Население больше. А то у меня одни дети, взрослых нет. А работать никто из-за этого не может. Как я вообще должен выкручиваться? Как... Еду-то вы с чего будете доставать? Это совсем пипец. Ну, у меня тут трагедия небольшая. Пока что. Возможно, они не доживут до следующего дня. Но мы как бы будем в них верить, надеяться. Мечтать, возможно. Так, две энергии целых я произвел за счет того, что потратил 46. Да. Выглядело так как хорошая идея, да? Так, ладно. Надо просто... И эту игрушку все же надо чуть побольше научиться играть, чтобы мне некоторые моменты понять. Поэтому, ребята, к следующим сериям уже сделаю свою базу, наверное, помощнее. Если вдруг я тут развалюсь. Или вообще в целом просто лайком подержите, чтобы я знал, стоит мне продолжать готовиться к этой игрушке. Или одну серию запишу, вам покажу эту игрушку. И на этом закончим. Кто его знает. Все как бы в ваших руках. Всегда по лайкам это и определялось. Ну что, у нас взрослых еще появилось немного, нет? Так, работники. Ну, два в генераторе работают. Остальные, ну да. Пока все остальные это дети. Когда они вырастут, хрен его знает. Когда все с голоду умрут, тогда они и вырастут. Я вот примерно так это ощущаю. Иначе я просто не знаю. Так, у меня есть, конечно, одна идея. Мы вот так вот убираем. Убираем из карьеры, потому что... Хотя нет, камень идет у нас. Итак, так, давайте на лодку одного из железа. Так, из железа убираем. Еще одного на лодку. Школу. Да нафиг нам школа, лучше идите рыбачить. Так. Вообще всех уберу. Сейчас, смотрите. Я придумал суперплан. Девять лодок называется. Я надеюсь, что провизии за счет этого им хватит. Потому что иначе нам капец. Мы не проживем. Мы все умрем. Примерно так будет. Остальные лодки еще не построились, как я понимаю. Они только в мечтах, что они будут построены. Или что-то типа того. Ну да, лодки не готовы. А кто их будет строить? Так, есть какие-то ребята, которые будут строить? Нет, они сами по себе должны их начать строить. Ох ты, у нас еще работника стало больше. Так, кто там учителем будет? Вот, ты будешь учителем. Не знаю кто. Будешь учить их как правильно рыбачить. Я никогда не рыбачил. Ну, кого это волнует. Так, главное вы мне еды сделайте. 205. Но потребляется-то все равно больше. И запасы почти закончились. Нужно было ферму, наверное, все же сделать. Ну, как-нибудь потом. Сейчас просто нас с торженцами прилетят. Такие, здрасте, здрасте. И мы все тут готовы будем с вами. Так, может учителя убрать и отправить его на лесорубку? Может быть, древесины все же принесет. Мне просто непонятно, кто является строителем конкретно в их лицах. Этого мне немного непонятно. Типа, тот, кто добывает древесину, тот строит? Или тот, кто должен рыбачить, он этим должен заниматься? Как оно работает правильно? Не совсем этот момент понять. Потому что здесь нет именно строителя как такового. Чем остальные занимаются? Кроме того, что все в дом запихивают что-то. Я пока что не вижу. Ну, будем смотреть. Как-то понимать. Наверное. Может даже прощать. Скорее, я скоро с ними попрощаюсь. В это я больше верю. В данный момент. Что у нас по профессиям? Ну, все на рыбалке у меня. Хорошо время проводят. Скоро придется сокращать население. Но зато они рыбачат. Им хорошо. Как потихоньку наступает апокалипсис. Ну, все прекрасно у нас. В общем, ладно, ребята. Думаю, для первой серии на этом я закончу. Дальше, если вам захочется продолжение, я уже там учту свои ошибки, переделаю. Сделаю так, чтобы было все лучше. Но если вам захочется продолжение с нет, ну, сами попробуйте поиграться в игрушку. Она еще не готова полностью. Ранний доступ. Но выглядит довольно забавно. Мне отлично понравилось. Не знаю, как вам. Посмотрю, как вам по лайкам, конечно. Также подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Не забывайте загляд в описании. У нас там есть дискорд-канал. В описании также ссылка на него находится. На этом все, ребята. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Jiménez. Продолжение следует...